Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я сегодня изготовлю сухую мушку, которая относится к серии мушек 5 минуток. Крючок я изначально взял F14, немножко не подходящий для этой мушки, чтобы вы смогли увидеть, что можно изготовить сухую мушку практически на любом крючке. Это крючок фирмы Gamakatsu, F14. Значит, задавался неоднократно вопрос по поводу пера. Так вот, я подготовил абсолютно два, вот как вы видите, разных сегментов пера ЦСАРКИ и с помощью вот такого вот лака-клея, я уже неоднократно вам показывал, изготовил вот такие крылышки. Желательно придерживаться симметрии. Этого можно достичь, если подберете определенное количество пера. Значит, сухая мушка у нас будет имитировать поденку, которая довольно-таки актуальна уже с наступлением весны. нить желательно использовать тонкую, но крепкую, но как обычно я всегда беру и промазываю клеем цевьё, для того, чтобы в дальнейшем потом материал у нас не прокручивался и мушка была достаточно сильная. Закрепили нить. Я, как обычно, беру, проматываю по всему цевью, невзирая на то, что дальше будут крепиться элементы. Вот такими большими витками возвращаю к месту крепления, там, где у меня будут крепиться крылышки. Величина крылышек должна быть пропорциональна длине нашего цевья или телу. Поэтому, как вы видите, у нас длина наших крылышек пропорциональна нашему телу. При промазывании лаком, как вы видите, крыло у меня приобрело вот такой своеобразный изгиб. Этот изгиб мы будем использовать в положительную сторону изготовления нашей мушки. Так как все вот такого класса мушки достаточно, достаточно сильно работают как пропеллер. Крутят и поводок, и шнур, и доставляют небольшие неудобства для рыбалки нам. Поэтому, учитывая этот вариант, вот как вы видите, я складываю крылышки вот так в таком исполнении у нас будет работать он меньше, как пропеллер. Подровняем наши кончики, так, чтобы у нас были два одинаковых крыла, равных по величине. Еще раз перепроверимся с длиной. И здесь уже не имеет значения, как мы будем крепить вперед или же назад притяжной петлей я подхватываю в одном месте. Поднимаю их слегка вверх, проверяю их положение. Вот, меня вполне устраивает. И теперь мы не убираем остатки нашего пера, промотаем буквально здесь вот. Вот, три-четыре витка сделаем. Убираем наши остатки перьев. И как обычно, я всегда говорю, не выбрасываем, потому что вот из этих остатков можно изготовить хорошую нимфу. Берем теперь наши перышки, поднимаем вверх и проматываем в точке крепления. Наши перышки достаточно хорошо поднялись вверх. Они должны иметь вот такую форму буквы Ви. Теперь остается только лишь нам взять или, как вы захотите, или искусственный материал, но я беру перо охотничьего фазана для изготовления хвостиков. Подровняем перед отрыванием наши бородки, оторвем необходимое количество, какое вы уже для себя подберете сами. Значит, я беру, подбираю длину хвостика, также равную длине тела. Желательно, чтобы вот все вот наши вот такие вот бородки, а их достаточно большой такой пучок, были достаточно мягкими, потому что уже проверено неоднократно в моих рыбалках и в рыбалках друзей, рыба старается, если ей дискомфортно, всасывать эту приманку. Она ее выплевывает. Подобрали длину, она должна равняться длине всего нашего цевья. Перекладываем пальцами в то место, где мы выбрали длину, уводим нить к буквально началу загиба, немножко не доходим. И притяжной петлей стараемся в одной точке подхватить наше перо. Подхватили. И теперь, как я всегда уже вам рассказывал, учитывая то, что у нас достаточно крючок не подходящий, допустим, для такой мушки, мы можем с вами ограничиться точкой крепления в начале загиба или, как в моем варианте, я специально так остановился. Мы можем вот такими большими витками подойти к той точке, которая нам приблизительно нравится и составляет эстетическую пропорцию нашей мушки. Вот мне в этой точке достаточно, допустим, подходит, чтобы я остановился в креплении моего хвостика. Не ленимся, так как мушка у нас из материалов, которые недостаточно крепкие, добавим немножечко клея на наше перо. Хорошо закрепим теперь наш материал. Чтобы 10 раз не проматывать, я беру, как обычно, обыкновенный вот такой люрекс, который напоминает чем-то юнифлосс. Это было ёлочное украшение по крепости, достаточно крепкий, можно заменить леской или же тонкой медной проволокой. И теперь окончательно закрепим наш материал. Сильно стараемся не наматывать, так как мушка не должна иметь избыточный вес. Обратно возвращаемся теперь к нашему хвостику. И теперь остаётся выбор затем, в каких цветах изготавливать нашу мушку. Скажу сразу, что запроверено уже мной неоднократно. Или же она должна быть чисто в серых тонах, или в оливковых, или в песочных тонах. Или как вот, я вам покажу, есть вот такие наборы, или вот такие наборы фирмы Хэнс, которые предназначены для сухих мушек. Также это не реклама. Есть вот такие наборы антрона. Это плавающий антрон, который используется для изготовления сухих мушек. Поэтому я беру, вот у меня имеется в оливковом оттенке даббинг Супер Файн. Беру его порциями, которые вот у меня вытаскиваются таким пучком. Для того, чтобы у меня вышло более-менее симпатичное и нерыхлое тело, нам необходимо изготовить даббинговую нить. Я беру, стараюсь небольшими порциями наносить вот так на нить. Не старайтесь сразу нанести 15-20 сантиметров, потому что будет очень неудобно работать с этой даббинговой нитью. Я не изготавливаю методом петли, так как в этом сейчас нет необходимости. Вот такого количества будет достаточно. И теперь нам остается вот только взять вот так, прокрутить нашу катушку с ниткой. И у нас наша даббинговая нить будет сформирована, как вы видите, без использования наших рук. Нить достаточно крепкая. Вот эту лохматость я не убираю, так как она нам будет позволять иметь хорошую положительную плавучесть. И от хвостика начинаем формировать наше тело. Тело коническое с небольшим утолщением к расположению нашей грудки. Как вы видите, я взял ровно 10 сантиметров, которых мне вполне хватило для того, чтобы я изготовил тело и дошел до грудки. Теперь нам необходимо с вами просегментировать нашим люрексом леской или же медной проволокой. Закрепили материал, остатки сразу удаляем. теперь выбор идет за нами. Грудку мы можем с вами изготовить как из пера павлина, так и из даббинга, который я вам показывал суперфайн. Я возьму из набора антрон вот такого рыжего цвета. Но предварительно мы должны подобрать перо для того, чтобы оно у нас имитировало лапки. Учитывая то, что крайне сложно подобрать перо для изготовления сухих мушек, обычно они идут под номерами. И скажу сразу, что не в достаточном количестве даже есть выбор в интернете. вы можете использовать перья, которые имеются в скальпах китайских петушков, которые тоже подходят, но учитывая то, что он несколько другой градации, вы выберете для себя, чтобы было достаточно крепким. Я подобрал перо, которое предназначено конкретно для сухих мушек и стараюсь закрепить вот всю ость по всей длине, для того, чтобы у меня было как можно крепче крепление. Остатки удаляем. Значит, если у вас нет достаточной длины пера, можно спокойно эту операцию выполнить двумя, тремя перьями, подменяя их друг перед другом. И теперь, как обычно, берем наш даббинг, учитывая то, что здесь штапельное волокно, вот такое, антрона, нам не нужно наносить мелкими порциями, а только лишь сформировать до первого касания даббинговую нить. И начинаем формировать грудку. Значит, грудка должна быть значительно пышнее, чем наше тело, даббинговую так как у настоящей поденочки она ярко выражена. и переводим с даббингом, не забываем его подкручивать, переводим с нашим даббингом нить немножечко вперед. Как вы видите, вот такой величины, в принципе, это достаточно, но я добавлю здесь немножко, совсем немножечко даббинга, и изготовим лапки по стандарту из нашего пера. Я выполнил 5-6 оборотов, значит, сколько вы выберете для себя сами, и не отрезал, не завершал головку, а специально оставил для того, чтобы вам очередной раз показать по вашей просьбе, как более красиво и качественно здесь изготовить. У меня, как вы уже видели, из моих инструментов, которые я изготавливаю, есть вот такой вариант, как вы уже догадались, или же в ваших наборах имеются вот такие всевозможные трубочки, которые тоже предназначены для этих целей, просто не все это используют, значит, мы берем буквально парочка должна быть накидных петель, и очень жестко держим перо при сбрасывании и затягивании наших накидных петель. Две, три, четыре, пять, вот сколько будет вам необходимо, как вот в моем варианте, для того, чтобы мы от места формирования головки убрали все перо. Как вы видите, место для того, чтобы изготовить головку у нас достаточно свободное и перышко, которое мы с вами мотали ершик, не попадает. Ну, давайте теперь закончим мушку. Вот, как вы видите, друзья мои, мы с вами изготовили головку, совсем немножечко нанесли капельку плея, можно лака, то есть, все, что будет у вас более подходящее под руками, так как головка не должна быть сильно выдающейся, чтобы наша мушка не клевала. И очередная поденка, пятиминутка, как вы видите, готова к работе. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!